здравствуйте мои дорогие я снова рада видеть вас на своем канале ну что девчоночки сегодня новый урок поехали и так сегодня у меня клиентка которая относила лепочку нормально наша лепочка относилась слегка конечно же затерлась потому что это самые выступающие части и они трутся раньше всех но собственно говоря до коррекции дожила значит все хорошо сегодня же на коррекции в первую очередь мы снимаем лепку и снимаем цветное покрытие ноготки у нас на месте никаких отслой чик нет все хорошо все замечательно у нас сегодня коррекция будет довольно таки сложная мы будем закладывать аквариумный френч поэтому длину на этих пальчиках мы совершенно не убираем длину мы будем дополнительно добавлять на воздух для того чтобы наш френчик который получится смотрелся симпатично но нам необходимо убрать боковые стороны ноготка потому что боковые стороны будем выстраивать из нового материала далее как обычно отодвинули кутикулу убрали птериги нанесли праймер базовый гель и переходим к моделированию в первую очередь камуфляжным акрилатиком выстраиваем себе язычок нашего будущего френча выстраиваем красивое замечательное яичко которая даст основу для всего поэтому на этом этапе нам необходимо слегка подзадержаться для того чтобы в дальнейшем у нас было меньше лишних движений внимательнейшим образом выглаживаем язычок удлинения и сразу же если где-то видим какой-то пузырик в акрилатике в данном случае его лучше лопнуть сразу потому что потом если у нас где-то пузырик останется выпилиться его будет довольно таки сложно убрать и и После того, как наш язычок удлинения просушен, мы его обязательно опиливаем. Само по себе удлинение и бортик прокрашиваем темно-коричневым цветом. У нас в принципе клиентка захотела чего-то осеннего. Осень для меня это коричнево-золотые оттенки, поэтому смешиваем для себя акрилатик для кончика. Взяла прозрачно-розовый, добавила в него красивого коричневого цвета и добавляю всяких разных блесточек. Потом все это замешиваю и буду из этого выкладывать кончик. Но не только из этого, как вы видите у меня там есть еще вон черный акрилатик, потом выше в этой же палитре есть у меня и белый акрилатик с блесточками, поэтому будем использовать все эти оттенки. и так берем наши френчики и накуевдиваем на них всякие разные материалы. У меня здесь и черный и коричневый и немножечко белого. постараемся использовать контрастные оттенки для того, чтобы они потом при смешении и выкладке были хорошо читаемы. Пугаем клиентку, что если она плохо будет себя вести, то мы ей вот так вот ручкой помашем и скажем иди, дорогая клиентка, не приходи к нам больше. На самом деле текст был совершенно другой. Ну и собственно говоря, кисточкой выравниваем поверхность таким образом, чтобы получилась все-таки красивая конструкция нашего будущего ноготка. как вы видите, уже довольно таки симпатичные переходы оттенков получаются и после того, как мы все это хорошенечко просушили, поговорили опять же с клиенткой о чем-то своем жизненном, переходим к опилу. Опиливаем изначально фрезой, снимая явные излишки материала, остальное будем допиливать пилкой, несмотря на кажущуюся навальность всего этого мероприятия, опил происходит довольно таки быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно же убираем натуральный ноготочек, он нам совершенно не пригодится, выпиливаем внутреннюю арочку. Ну а теперь переходим к дизайну. Как я говорила, будут нам мешать какие-то пузырики, но тем не менее, даже тот пузырик, который у нас есть, мы прекраснейшим образом зарисуем черной красочкой. Он у нас уйдет под дизайн. Поскольку, я же говорила, клиентка сразу же пришла ко мне с ворохом желтых листьев, сказала, я хочу чего-нибудь осеннего, я хочу фотографироваться в парке с листиками, поэтому листики мы ей, собственно говоря, на этом этапе и рисуем. Вырисовываем совершенно потрясающие листы, которые потом затрем в пигмент золотого цвета. Редактор субтитров А.Семкин В принципе, для тех, кому кажется, что уже хватит, уже хватит. А для тех, кому кажется, что можно бы еще немножечко добавить, берем кисточку, берем красочку и в технике китайской росписи с растушевкой, обрисовываем наши золотые листики таким образом, чтобы у них получился красивый яркий растушеванный краешек и золотая красивая серединка. И в этом месте клиентка решила со мной поспорить. Она сказала, что я ей рисую не листики, а цветочки. Поэтому она сказала, что давай в инстаграме устроим опрос и если победю я, то тогда в следующий раз ты мне делаешь то, что я хочу, а она хочет однотонное покрытие. Ну а если победишь ты, цитирую клиентку сейчас, то будешь мне рисовать хоть черта лысого. Так вот, я победила. Как вы думаете, кого же мы на следующую коррекцию ей нарисовали? Да, да, коррекцию мы уже сделали. Черта лысого мы ей нарисовали, ну не совсем черта, но тем не менее, пошалили на славу. Ваши варианты жду в комментариях. Но тем не менее, обратите внимание на вот эту технику. Вживую это смотрится потрясающе красиво, когда контур у нас яркий, цветной, красивый, а в серединке поблескивает металл. Очень здорово выглядит, мне безумно понравилось. Кстати, цветы в такой технике тоже можно рисовать. И будет тоже просто великолепно. Музыка. 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 И так у нас получились вот такие ноготочки с листиками. Совершенно потрясающие цветочки. Здесь в инстаграме не увидели никто. Кстати, клиентка, видите, вон смеется, у нее руки трусятся. Мы смеялись до потери сознания, когда вы создавали этот дизайн, выдумывали все это и проводили соцопрос. Надеюсь, вам передался наш позитив, наше хорошее настроение. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok